Синяя настольная лампа Секрет бодрящего эффекта кроется в необычном воздействии такого освещения на зоны мозга, ответственные за внимание. А еще синяя подсветка в салоне автомобиля помогает водителю справиться с усталостью во время ночной поездки. В то же время поздний вечер в компании с планшетом или ноутбуком может надолго отбить сон. Теперь же шведские ученые выяснили, что синий свет бодрит человека не хуже кофеина. Может и нам название какие-то изменения сделать? Хотя зачем? Доброе утро! Меня зовут Денис Липкин. Утренний эспрессо расскажет о том, что происходит с нами и вокруг нас. Сегодня в программе Ищу работу. Теми дня о рынке труда в регионе и в Бресте. Натуральный уход в рубрике «Штрих-код» о том, как выбрать органическую косметику. А также расскажем об истории и об особенностях рождественского поста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уверен, все почувствовали, что зима уже начинает набирать силу. Аномально теплые осенние месяцы уступили позиции мокрому снегу и заморозкам. Кстати, декабрь, по прогнозам синоптиков, обещает быть традиционным для нашей страны. Достаточно холодным и с часто изменчивой погодой. А что конкретно уготовано нам от Небесной канцелярии сегодня, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Следующая информация для тех, кто ищет работу или думает о смене своего дела. Сейчас в регионе насчитывается около 7,5 тысяч вакансий. 80% из них по рабочим специальностям. Предприятие Брещины постоянно нуждается в строителях, водителях и работниках образования. О рынке труда в регионе и в Бресте поговорим в студии программы. Наш гость, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета Елена Демидюк. Елена Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, стоит понимать, что динамика рынка труда на Брещине такова, как и в областном центре. В городе Бресте последние годы сохраняется тенденция, в общем-то, одна и та же. На 1 ноября текущего года от нанимателей в службу занятости поступило более 2,5 тысяч вакансий. И правильно вы заметили, 82,7% это вакансии рабочего профиля. И только 17,3% это специалисты и инженерно-технические работники. Больше всего востребованы работники в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в транспорте, в связи. Сюда можно добавить еще такие сферы, как здравоохранение, образование и торговлю. Но если взять самые первые специальности, там и уровень зарплаты же не маленький. Почему все-таки есть спрос такой от нанимателей? Ну, например, недостаток рабочей силы в торговле. Почему? Потому что у нас строятся супермаркеты, у нас строятся евроопты. И, конечно, спрос на продавцов растет. То есть одного торгового колледжа мало? Одного торгового колледжа мало. Мы готовим на курсах безработных граждан, всех желающих. Потому что на сегодняшний день, к примеру, продавцов требуется более 120 человек. Вы сказали, вы готовите. То есть центры занятости оказывают такую поддержку. Каким образом ее получить? Что необходимо делать безработному или у кого другое дело, другая специальность? Мы направляем безработных на переобучение или повышение квалификации. Все зависит от профессионального портрета безработного. Либо у него может быть вообще отсутствовать какая-либо профессия или квалификация. Но в любом случае мы в течение года предлагаем всем к нам пришедшим обучиться примерно по 30 профессиям в течение года. Сразу скажите, это обучение платное или бесплатное? Для официально зарегистрированных безработных это обучение бесплатное. Гражданин регистрируется в качестве безработного. И за направление, за обучение платит служба занятости из фонда социальной защиты. Учитываем, как развивается город Брест, какие профессии востребованы. И стараемся готовить вот именно эти кадры, которые нужны. На данный момент сколько безработных в областном центре? Более 1200 состоит на учете. Но с начала года через службу занятости прошло почти 7000 безработных граждан. Официально в качестве безработных зарегистрировалось около 4000 человек. Но сейчас же быть безработным это невыгодно, правда? Деньги же маленькие платятся. Пособие по безработице зависит от категории безработного, под которой мы его регистрируем. И составляет в пределах от 1 до 2 базовых величин. Все пособия индексируются. Это еще немного добавляется к пособию. Ну, тем не менее, конечно... То есть стимул найти работу побыстрее есть? Стимул, да, есть у человека. И если еще учесть, что безработному период безработицы в общий стаж включается, но не более 6 месяцев, то целесообразно безработному в течение 6 месяцев решить все свои вопросы. Либо найти работу и трудоустроиться, либо переобучиться, либо открыть, возможно, с помощью службы занятости предпринимательскую деятельность. Каким образом, чтобы открыть свое дело, помогает государство? Наша задача в этом процессе, когда гражданин открывает свое дело, помочь ему материально. Мы выделяем 11 потребительских бюджетов на развитие предпринимательской деятельности. Это примерно чуть больше 11 миллионов. Кому-то это хватает однозначно, открыть свою деятельность. То есть практически все затраты умещаются в эту сумму. А кому-то это лишь частичное погашение, а дальше человек рассчитывает еще на какие-то заемные или личные средства. На каких условиях вы даете эту сумму? Мы должны увидеть, чем будет заниматься гражданин. То есть он должен изложить на бумаге свой вид деятельности, написать бизнес-план. Если бизнес-план состоятельный, и мы видим, что этот вид деятельности получается, значит мы тогда утверждаем комиссионно выделение вот этих средств. То есть у нас это решает комиссия. Но за этот год, ведь эта инициатива появилась совсем недавно, насколько я помню, много ли человек в Бресте воспользовались такой услугой центра занятости? Мы выдаем в течение года примерно 100-110 субсидий. Эта субсидия, она без процентов? Безвозмездная и безвозвратная в том случае, если все средства, которые прописаны в бизнес-плане, все, вернее, цели, прописанные в бизнес-плане, выполняются. То есть деньги тратятся только на эти цели. Елена Григорьевна, вот сейчас рассматривается законопроект о тунеядствах. Вот скажите, в областном центре нашем, как пример, в принципе-то хватает, куда пойти и применить свои умения, или наоборот, обучиться и потом пойти работать? Ваше мнение, как специалиста, знающего рынок труда в Бресте? Для тех, кто хочет работать, рабочих мест достаточно. Ну, возможно, у нас не всегда структура безработных совпадает со структурой вакансий, но человек должен гибко относиться к требованиям рынка труда, при необходимости проходить профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации. Тогда работу он найдет всегда. То есть нужно повышать свою конкурентноспособность на рынке труда. Это требование времени. Спасибо большое, что нашли время и это утро встречали вместе с нами. Всего доброго. Всего доброго. Напомню, что на тему рынка труда на Брещине и в областном центре общались с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета Еленой Демидюк. После небольшой рекламы продолжим с самыми важными событиями, именами, имеющими непосредственное отношение к сегодняшнему дню в нашей ежедневной рубрике «Календарь». Оставайтесь с утренним эспрессо. 28 ноября 1748 года грамотой польского короля Августа III члену минского магистрата Яну Давиду Шейбе разрешено открыть аптеку общего пользования для поротования здоровья людей духовного светского сану в том городе живущих, так и для всего воеводства Минского. Так в Минске появилась первая аптека, которая на протяжении 34 лет была единственной в городе. В 1754 году в Германии появилась первая музыка, отдаленно напоминающая современные вальсы. Называлась она «Вальдзен», что означает «вращаться». Танцы, похожие на вальс, впервые исполнялись в Париже в конце XVIII века. Однако они не соответствовали нормам морали того времени. Между тем, танец стал очень популярным, особенно в Вене. В 1942 году на территорию Советского Союза прибыли французские летчики, воевавшие на Советско-Германском фронте в составе истребительного авиаполка «Нормандия». Полк в составе Третьего Белорусского фронта участвовал в белорусской операции. За боевые заслуги и мужество во время воздушных боев при форсировании Немана полку было присвоено наименование «Неманский», и он стал называться «Нормандия Неман». 1958 год. Родился Владимир Николаевич Карват, летчик, первый герой Белоруссии. Во время ночного учебного полета в конце 90-х подполковник Карват отвел свой аварийный самолет от деревни Большое Гатище Барановичского района и погиб. В 2002 году ООН одобрила проект резолюции «Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство». Этот документ был внесен на рассмотрение по инициативе делегаций Белоруссии. К числу соавторов проекта присоединились 43 государства, включая США, Японию, страны-члены ЕС. Меняем вектор региональный на республиканский и отмечаем, что уже с сегодняшнего дня по субботу в Гомеле пройдет республиканская спартакиада по вольной борьбе среди учащихся спортивных школ. Примечательное это мероприятие тем, что от Брестской области в нем будет принимать участие 5 команд. Из Толина, Пинска, Березы, Ганцевича и Бреста. А 4-5 декабря уже в нашем областном центре состоится спартакиада по греко-римской борьбе. В ней Брещину представят борцы, которые живут в Березе, Пинске и в Бресте. И если одним для воплощения грандиозных мечтаний в жизнь нужно стать победителем соревнований, то другим достаточно просто поверить в чудо. И очень часто для чуда нужно совсем немного протянуть руку помощи. Первоклашка Сима с удовольствием хвалится содержимым еще новенького ранца. Всего много красивого, интересного. Книжки само собой, а вот краски, ножницы, бумага актуальны и вне уроков. Мне хочется, честно говоря, но мне там не кто-то вырезать. Так что, тебе открыть ножницы? Да, открыть. Хочу подлиннее в это вырезать. Видишь, как сложно. Будем вдвоем с тобой резать, хорошо? Нет. Ты сама будешь? Да. Ну давай, старайся. Старайся, старайся. То, что всем дается с легкостью, Симе делать сложно. Пальчики не хотят слушать, но девочка не сдается. Не упрямая. Я вон у бабы в Дорогичине, у бабы светила, даже всю посуду вверх. Так будет лучше резать. О, смотри, мам. О, видишь как, отрезала. Получилось. Нет, Сим, дай. Теперь ты, Лайка, подлиннее. Варя – сестричка Симы. Младше всего на год, но старается не отставать. Вот и букварь уже весь перелистала, и буквы знает, хотя учителя приходят только к Симе. Там есть буквы явные и звуки. Ну ты знаешь здесь, какие буквы вообще? Да. УА. УА. Как Малис. См, пля, плачет. УА. УА. Мама зовет. Ау. Кто-нибудь. Я люблю. Складывать. Тиражка низкий. И рисовать пальцы. Ну, иногда я бываю грязно. А иногда веселый. А иногда веселый. Иногда веселый. Они такие разные, две сестрички. И внешне, и по характеру. Но судьба распорядилась так, что диагноз у обеих один. О том, что они не такие, как все девчонки, уже понимают. Серафима, Варвара, порой они задают такие вопросы или делают заявления, отнюдь не детские. Ну, с нашей болезнью самостоятельность невозможна. Надо всегда, чтобы кто-то был. Кто-то был рядом, какой-то помощник был. Потому что, ну, такое заболевание. И оно не идет на улучшение, оно идет на ухудшение. В этой дружной семье все друг друга понимают и поддерживают. Да, физически тяжело. Бывает, потому что, ну, и здоровье, и у мамы, и у папы, как бы, резерв не безграничен. А так, ну, как бы, вдвоем, ну, вдвоем друг другу помогаем. Они не закрываются в четырех стенах. Мы каждый день гуляем на улицу, ну, только если уже дождь там или снег. Это если погодные такие условия нам не позволяют. А по магазинам мы с ними, ну, Корона, Евроопт, это, конечно, наши магазины, потому что только там мы можем все дружно в компании ходить. Вот. И, в общем-то, ну, как бы, мы везде с ними ходим. Семья Пузынов всегда рада любой поддержке. Они с благодарностью говорят о людях из благотворительного объединения «Сердце детям». Мы им благодарны, что хотя бы они у нас есть. Потому что вот детям какие-то и праздники организовывались, они нас приглашали, мы ездили и на теплоходе катались, и в парк мы ходили, 1 мая там был праздник, мы там тоже были. И в цирк мы ходили благодаря им. Тем не менее, этой семье нужна еще и материальная поддержка. Конечно, помощь нам нужна, потому что на все приспособления, которые есть для наших детей, вот, хочется, очень хочется вертикализатора им. Потому что такое устройство, и ребенка можно поставить, он постоит, подышит правильно. Денег насобирать, ну, мы, в общем-то, ну, как бы, это очень долго нам надо собирать эти деньги. Даже коляски, обычная коляска, нормальная, хорошая коляска, для наших детей стоит от 1000 долларов. Очень часто Сима и Варя произносят слова «я сама». Они упрямые девчонки в хорошем смысле этого слова, но пока не до конца понимают. Без помощи тех, кто их окружает, им будет очень тяжело. Важно, чтобы и мы это поняли. Вы смотрите «Утренний эспрессо», а мы продолжаем. Стало известно, во сколько обойдутся главные новогодние украшения любителям установить у себя дома живые ели и сосны. Средняя стоимость новогодних деревьев высотой до метра в Брестской области составит около 40 тысяч рублей. От метра до двух – около 50 тысяч рублей. Новогоднее дерево высотой от двух до трех метров обойдется Брещанам в 66 тысяч. Кстати, елочные базары начнут работать во всех областных и районных центрах накануне католического Рождества. Какие мероприятия анонсируют, а под какими подводят итог сегодняшней газеты – в обзоре прессы. В Кобрине открылась современная станция сортировки отходов, которая была построена при поддержке Европейского Союза и программы развития ООН. Открытие станции – второй этап программы, которую реализуют в Кобрине Минприроды и ЖКХ совместно с этими международными организациями. Подробности читайте в Заре. Брестский государственный технический университет начал прием заявок от абитуриентов на участие в уже традиционной Олимпиаде по учебным дисциплинам. Как правило, победа в ней дает преимущество при зачислении на специальности, соответствующей профилю Олимпиады. Интеллектуальные соревнования пройдут в дни весенних каникул, пишет Заря. Проект указа о введении Беларуси налога с тех, кто не работает и не участвует в формировании доходной части бюджета, но является потребителем социальных услуг, разделил голоса в народе на «за» и «против». Сможет ли таковая категория граждан реально отдавать за год государству более 2 миллионов рублей? Что вообще по этому поводу, думают брещане? Подробности в Заре за четверг. Перспективы и направления работы по сохранению наследия и включению Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие вопросы обсуждались на международном научно-практическом семинаре, который недавно прошел в стенах музея обороны Брестской крепости, пишет Брестский вестник. Беларусь и Южная Корея обсуждают возможности введения безвизового режима между двумя странами. Всячески способствовать этому процессу пообещал чрезвычайный и полномочный посол Республики Кореи Ян Жунг Мо во время общения с руководителем Брестской области Константином Сумаром. Подробности в Брестском вестнике. С 1 июля следующего года индивидуальные предприниматели должны будут предоставлять покупателю сертификат качества, а также составить перечень нереализованной продукции с ее подробным описанием. У них будет возможность продать ее и после названной даты без соответствующих документов. Новшества у ЭПшников вызывают негодование. Об этом в Брестском вестнике. Журналистам редакции Барановичской объединенной газеты «Наш край» нередко приходится реагировать на жалобы читателей. Но иногда получается все наоборот. В конфликте виноват сам жалобщик. О нескольких таких историях рассказывается в сегодняшнем номере нашего края. О чем прочитать? Ну, знаете, из обзора прессы утреннего эспрессо. От информации региональной к мировой, так сказать, прикладного характера. В Китае мужчина, укравший мобильный телефон, выписал из него все телефонные номера и отправил владельцу, который получил посылку с сим-картой и одиннадцатью страницами номеров телефонов из адресной книги смартфона, написанными от руки. Сколько времени потратил на это вор, которого уже прозвали «совестью всех карманников», неизвестно. Но известно следующее. Мы продолжим заряжать вас информационно буквально через несколько минут в утреннем эспрессо. Субтитры создавал DimaTorzok Согласитесь, но в наступлении самой суровой поры года, помимо не самых приятных эмоций от погодной составляющей, есть множество плюсов. И это, конечно же, предпраздничная атмосфера. В период Нового года в Беларуси запланировано более 1200 рекламных акций с вручением поощрительных призов и подарков, в том числе при участии предприятий-производителей. А также более 3000 выставок продаж кулинарных и кондитерских изделий. Как пояснили в Минторге, в предпраздничные и праздничные дни режим работы торговых объектов будет продлен. А с 15 декабря этого года до 7 января следующего примут меры по недопущению закрытия магазинов, рынков, объектов общественного питания и бытового обслуживания на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни. Новость, согласитесь, из приятных, но пока даже до зимы еще несколько дней. Поэтому предлагаю отвлечься и бросить очередной взгляд за околицу в нашей программе вместе с Вероникой Тарасюк. Недалеко от Пружан две небольшие речки Муха и Вец сливаются и дают начало новой – Муховцу. В свою очередь в Брестской крепости, если вы там были, то наверняка видели, это место Муховец впадает в западный Буг. Считается, что именно на слиянии этих рек и возник Брест или Бересте. Но это предыстория. Сегодня для Брещан-Набережная Муховца отличное место для прогулок и отдыха. Пройдемся немного по набережной. Кстати, вот так она выглядела около полувека назад. В 70-е годы планировалось расширить территорию городского парка до берега Муховца. Пока не сложилось, но все равно это место одно из популярных в городе. Брещане очень любят приходить на набережную, чтобы покормить лебедей и уток. С одной стороны, дело благородное, но с другой стороны, от этого городские птицы совсем обленились. Им уже не надо искать пищу, а можно рассчитывать исключительно на человека. Занятие это, конечно, достаточно романтичное, но надо помнить о том, что птицы потом не хотят улетать на зимовку и могут просто пострадать. Так что, как говорится, палка о двух концах. Между прочим, пока вы смотрите на лебедей, в поле вашего зрения попадаются баржи. Если пройти от пирса немного западнее, вы попадете в речной порт. Когда-то здесь находился лесозавод Тартаки. Речной порт в Бресте основан в 1940 году. Наиболее активно стал развиваться с 50-х годов. В свое время через речной порт в Бресте на экспорт провозили даже железную руду в Германию. Как видим, и сегодня порт без дела не стоит. А именно, основное направление деятельности порта – перевозка песка и щебня. Песок добывают из русла муховца. Между прочим, планируется, что когда-то судоходным будет и бук. Находится, кстати, на водной глади муховца и место для маленьких судов. На набережной муховца в Бресте есть своя спасательная станция и даже свой кот Матроскин. Здесь можно ознакомиться не только с правилами поведения на воде, а также с правилами оказания первой помощи, но также в сезон насладиться прогулкой на лодке или катамаране. Кстати, набережная – прекрасное место для семейного отдыха, а также для прогулок с четвероногими друзьями. Всего в Бресте порядка трех десятков таких мест. Набережная за Цумом – одно из наиболее живописных. Особое место на набережной, конечно, занимает место выгула собак. Здесь вы можете не только поиграть со своими питомцами, но даже завести полезные знакомства с такими же собаководами-любителями. Стоит обратить внимание, что место пока не огорожено, а собачья радость пределов не знает. Поэтому владельцам собак надо следить за своим питомцем на прогулке, чтобы не причинять неудобств окружающим. Так что, если вы еще не были в Бресте или давно просто не гуляли, сделайте себе маленький подарок – небольшую прогулку по живописному берегу Муховца. А вот с середины октября в Барановичском ледовом дворце тренируется 15-кратный чемпион России по синхронному катанию на коньках. Есть и такое – женская команда «Парадист» из Санкт-Петербурга. В нашем регионе спортсменки готовятся к чемпионату России и чемпионату мира 2014 года. Жители райцентра и съемочная группа «Утриннего эспрессо» первыми увидели программы, которые «Парадист» представит на предстоящих соревнованиях. Впервые Барановическая арена принимает самую титулованную команду России по синхронному катанию на коньках. «Парадист» – команда питерских фигуристок настоящих виртуозов своего дела. Очень сложно. Сложно создать пару, соединить две личности, а здесь их 16. Поэтому, безусловно, это большая работа. Зрители любят синхронное катание за яркость, красочность и динамику, а спортсмены – за командный дух, который рождается на тренировках. Во время выступления от каждого из 16 участников команды требуется точность движений, мастерство в выполнении комбинаций, а также пластика и чувство ритма. От каждого зависит успех всего коллектива. Фигурное катание – это самый красивый, наверное, спорт. И вообще интересно, и с восхищением смотришь на это, с замиранием сердца. С юности, с молодости, с детства фигурное катание вызывало умиление, радость. И вот, слава Богу, к нам приехали, тоже они выступают. Очень красиво, здорово. Очень, конечно, новый, интересный вид спорта. Так как внучка занимается фигурным катанием, поэтому пришли посмотреть. В Барановичах команда показала две программы. В короткой именитые гости продемонстрировали свой технический потенциал. В свободной поразили хореографией и постановкой. Самих же фигуристок приятно удивило качество барановической арены. Будем надеяться, что спортсмены такого уровня показывают класс на нашем льду не в последний раз. А вот из швейцарской Женевы, где находится штаб-квартира Международного союза автомобильного транспорта, пришло сообщение о том, что на заседании Генеральной ассамблеи этой организации исполнительный президиум принял решение о награждении почетными дипломами большой группы профессиональных водителей из 26 стран мира. По представлению ассоциации БАМАП в этом году удостоились дипломов 86 лучших белорусских водителей. Эта престижная награда вручается водителям, имеющим стаж работы без аварии не менее 20 лет и преодолевшим на своем транспортном средстве более миллиона километров. Согласитесь, новость самого мужского характера. Подчеркиваю, именно мужского, потому что далее информационная часть практически исключительно для женщин. Распознание самой органичной косметики вместе с рубрикой «Штрик-код». Клеопатра принимала ванны из-за слиного молока. Нефертити делала маски для лица на основе воска, ладана, кипариса и молока. А вот наши бабушки отбеливали лицо соком петрушки, а волосы промывали яичным желтком. В наши дни такими рецептами не пользуются, но вот натуральный уход выбирают многие. В их числе Мадонна, Хайди Клум и Гвинет Пэлтроу. Такие вещества, как парабены и содиум лаурилсульфат, который является продуктом нефтепереработки, можно встретить практически в любой косметике. При этом мода заставляет производителей писать натуральная косметика без зазрения совести на любых тюбиках. Стоит различать два таких понятия, как фитокосметика и органическая косметика. К фитокосметике мы можем отнести любое косметическое средство, которое в своем составе имеет одно или несколько натуральных активных ингредиентов. Если вы хотите знать, как много в креме натуральных компонентов, обратите внимание на состав. Чем ближе к началу списка ингредиент, тем больше его в продукте. Правильное питание, занятия спортом, использование натуральной косметики, бережное отношение к окружающей среде. В мировой тенденции органическая косметика – это не просто направление индустрии красоты, а целая философия. Натуральным должно быть все – от самого продукта до упаковки. Органическая косметика выращивается на экологически чистых полях, без ГМО. Также в ней не должно содержаться ни силиконов, ни парабенов, ни синтетических красителей, консервантов. Также она не тестируется на животных, и благодаря всему этому тогда присуждается и звание органической косметики. Это строжайший контроль качества на всех этапах. И выращивание ингредиентов, и технология изготовления продукта. И также даже упаковка должна быть экологически чистой и вторично перерабатываемой. Существует несколько крупнейших стандартов органической косметики – итальянский, французский и американский. Так, например, стандарт «Экосерт Франция» гарантирует, что продукция на 95% состоит из натуральных компонентов и не имеет в своем составе парабенов, ГМО, минеральных масел, парафина, вазелина, синтетических отдушек и красителей, а также других вредных веществ. Однако стоит помнить, что сертификация продукта стоит очень дорого, поэтому небольшие компании попросту не могут ее себе позволить. Как и у любой другой косметики, у органики есть свои особенности и условия использования. Органическая косметика имеет аптечный либо лекарственный аромат, так как не содержит синтетических ароматизаторов. Также консистенция может иметь неоднородную, поэтому приходится взбалтывать. Также у нее может быть короткий срок хранения, так как добавлены натуральные консерванты. И еще не всем фитокосметика и органическая косметика может подходить по ингредиентам, то есть может вызвать аллергию. Не стоит забывать, что при изготовлении органической косметики используют только натуральные ингредиенты. Поэтому, если вы подвержены аллергическим реакциям, не лишним будет сначала провести тест. Нанесите капельку крема на руку. Если он с легкой текстурой и растекается, подойдет для жирной кожи. Если же густой, плотный, подойдет для сухой. Хорошо разотрите крем и прислушайтесь к своим ощущениям, нет ли покалывания, пощипывания, зуда или покраснения. И еще крем должен впитываться полностью и не оставлять ощущение тяжести либо стянутости. Если все в порядке, смело пользуйтесь. Сегодня, 28 ноября, для всего православного мира начинается пост, установленный в честь Рождества Христова. Он продлится 40 дней, до 6 января. Об истории данного поста и об его особенностях поговорим с гостем нашей студии, с клириком Свято-Семенионовского кафедрального собора города Бреста, священником Павлом Юрьчени. Доброе утро! Доброе утро! Ну, прежде чем мы начнем, конечно же, стоит, наверное, начать с самого главного. Это с истории появления Рождественского поста. Несколько слов об этом. Сам Рождественский пост, он имеет очень древнее происхождение. Еще в трудах таких святых, как Амвросий Медиаланский, Блаженный Августин, Лев Великий, который датируется 4-5 веками, мы можем найти упоминание о Рождественском посте. Первоначально христиане, они по-разному соблюдали этот пост. Одни постились в течение 7 дней, другие соблюдали пост гораздо дольше. И поэтому в 1166 году патриарх Константинопольский, он произвел реформу и постановил соблюдать Рождественский пост в течение 40 дней. Вот этой традиции мы до сих пор и придерживаемся. Ну, ранее еще этот пост назывался Филипповым. Почему? Да, он и сейчас называется так в народе. И ответ на этот вопрос очень простой. Так как заговенье, которое приходится на 27 ноября, в этот день Святая Православная Церковь празднует память Святаго-постола Филиппа. Именно поэтому в народе этот пост и называется Филипповым постом. Ну, отец Павел, не секрет, что многие воспринимают пост как ограничение. И в первую очередь ограничение в пище. Что касается строгости Рождественского поста, то этот пост не является очень строгим в сравнении, к примеру, с постом Великим или же Успенским. В определенные дни, такие как дни субботние, воскресные, разрешается для верующих в кушение рыбной продукции, масла. Праздничные какие-то дни, дни двунадесятых праздников, также есть послабление в этом посту. И по своей строгости этот пост, он приравнивается к посту Петропавловскому, да, который у нас установлен для верующих накануне праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот, однако, конечно же, не стоит думать о том, что пост, он заключается только в ограничении, в употреблении определенных продуктов. Как говорит святой Иоанн Златоуст, ошибается тот, кто так считает, потому что истинный пост, он заключается в удалении от зла, в умерении своих желаний, похотей, в прекращении клеветы и лжи. То есть истинный пост, он требует от человека работы над самим собой. Каким образом? Да, сделать себя же лучше, потому что нам гораздо проще замечать какие-то недостатки, какие-то грехи, ошибки у других людей, и как бывает сложно человеку иногда признать свои собственные ошибки, сделать эту работу над ошибками и исправить самого себя. Вот как раз-таки пост и призывает людей приходить в храм, исповедоваться, причащаться, становиться чище и ближе к Богу, и тем самым мы станем достойными встречи светлого праздника Рождества Христова. Но вы сказали, что этот пост не совсем строгий, но все же и в это же время предусмотрены наверняка какие-то послабления. Для кого? Естественно, мы должны понимать о том, что тот пост или устав, который предписывает нам поститься по тому или иному образцу, он является уставом монашеским. Для современной жизни, современного человека не всегда он является подходящим, так как кто-то может трудиться, усиленно трудиться физической работой, и, конечно же, в полной мере соблюдать пост для него представляется невозможным. Или же человек в силу своего физического здоровья не может однозначно выдерживать те предписания, которые предписывает Святая Православная Церковь. Всегда такие вопросы нужно оговаривать с духовником или же с приходским священником. Можно ли послабить пост? Каким образом это сделать? Все это происходит в беседе со священнослужителем. Ну, мы с вами сказали о том, что пост длится 40 дней, аж до 6 января, и не могу не спросить, Новый год. Многие его любят. Как необходимо, может быть, и здесь есть какие-то ограничения, как на это смотрит Церковь, что все-таки привычка осталась встречать на широкую ногу этот праздник? Мне кажется, к таким людям просто нужно обратиться с воззванием более культурно вести себя в новогодние праздники, соблюдать умеренность в употреблении спиртных напитков. Более важно, мне кажется, задать другой вопрос или вопрос немножко перестроить. Как же быть верующим людям, которые ходят постоянно в храм, которые исповедуются, причащаются, как им относиться к новогодним праздникам? Ведь будет на дворе у нас рождественский пост. И здесь, мне кажется, уместно вспомнить советы митрополита Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, который говорит следующие слова. Если семья православная, верующая, тогда будет уместно в этой семье накрыть постный стол и без особого размаха встретить новогодний праздник. Другой вопрос, если же человек верующий оказывается в компании каких-то родных, друзей, знакомых, и не всегда знает, как правильно повести себя в данном случае, тогда будет уместно обратиться к своему духовнику или священнику и рассказать ему о той ситуации, которая складывается у него накануне новогодних праздников, и получить от того ответы и наставления, как достойно себя вести в этот день. Спасибо большое, отец Павел, что это утро начинали вместе с нами. Всего доброго. Сердечно благодарю вас также. Спасибо. Напоминаем, что в гостях у утреннего эспрессо сегодня с самого утра был клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора Павел Юрченя. Продолжение прогноз погоды на день сегодняшний. Задержитесь у экранов. Субтитры подогнал «Симон» Берегите себя и одевайтесь по погоде. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Всем плодотворного четверга. Ну и, конечно же, не забудьте завтра включить утренний эспрессо с 7 утра на Белорусство. Увидимся.